Двое украинских бойцов ранены сегодня на Донбассе. Боевики снова применяют грады. Из реактивных систем залпового огня обстреляны украинские позиции на Мариупольском направлении. Досталось и окраинам Авдеевки. Там противник бил из гранатометов. С подробностями Руслан Смещук. Авдеевка снова под огнем боевиков. Опять пострадали улицы, расположенные по соседству с промзоной. Российские наемники более трех часов били по юго-восточной части города. Тем временем Маренко восстанавливается после вчерашнего и более старых вражеских обстрелов. Их последствия повсюду, как, например, в этой пятиэтажке. Самые большие разрушения были в этой квартире. 30-й квартир. Все стены перекладывали, плиты все были разрушены. Три яруса плит поменяли. Четвертый этаж, пятый этаж и покрытие отдельное. Шавкат Панжиев, инженер строительной компании-подрядчика, которая выполняла ремонт. На работу ушло более трех месяцев. Сделали как для себя. Старались, чтобы люди могли прийти, работать полностью. Заменили сантехнику всю. Начинают моют на кухне. Отопление, ванну, туалет, электричество. Хотя работы тут не на месяцы, на годы. По областному бюджету 9 квартир ремонтов у нас по бюджету районная. Цена залишается. 15 квартир и до каких-то из Офины приступили. Еще сложнее ситуация с поврежденными или разрушенными частными домами. Их в Маринке почти полторы тысячи. Сто будинки потягнешь, приватных? С нуля нет. Для восстановления привлекаются деньги государства, благотворительных международных фондов и организаций. Первоочередная задача до сезона дождей – восстановить кровли. Я зараз выделил 27 миллионов гривен на материалы. Да, то есть 27 миллионов гривен на материалы. Зараз материалы все закуплять. И шкло, и это самое, и цвяк, и дерево, и шифр, и... Цемент рубирует. Цемент рубирует. Все, все, все. Но каждый новый обстрел боевиков, как, например, вчерашний, увеличивает счет ремонтов и человеческого горя. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревьюк. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области.